Болельщик клуба Nottingham Forest Бен Бёрд принял ислам. На важнейшее в жизни решение молодого англичанина сподвиг пример нападающего Ливерпуля и сборной Египта Мухаммеда Салаха. Ранее фанат к мусульманам и всему, что с ними связано, теплых чувств, мягко говоря, не питал. И я прошел путь от ненависти к исламу до его принятия. Салах стал первым мусульманином, к которому я смог нормально относиться. Мне неловко это говорить, но мое мнение об исламе раньше было таково, что это религия, культура и люди отсталые, что они хотят захватить власть. У меня была ненависть к мусульманам. Несмотря на то, что я имел такие представления об исламе, я никогда бы не сказал о них мусульманам. На тот момент я не знал ни одного из них. Мое отношение к исламу изменило изучение Ближнего Востока в университете. Свою диссертацию Бен Бёрд собирался посвятить какой-нибудь необычной теме. Преподаватель предложила затронуть в научной работе песню фанатов Мухаммеда Салаха. «Если он достаточно хорош для тебя, то он достаточно хорош и для меня. Если он забьет еще несколько голов, то я тоже стану мусульманином». Фраза «Если он забьет еще несколько голов, то я тоже стану мусульманином» врезалась Бену прямо в сердце. Студент взялся за диссертацию, в которой разобрал феномен песни Мухаммед Салах «Подарок от Аллаха». После всех своих голов Салах благодарит Бога. Сколько людей смотрит премьер-лигу каждую неделю? Миллионы по всему миру. Салах показал мне, что можно быть нормальным человеком, оставаясь мусульманином, если корректно так выразиться. То есть вы можете быть самим собой. Он великий игрок и его уважает футбольное сообщество. Его политические взгляды и религия никого не отталкивают. И для меня это то, что может сделать настоящий футбол. В итоге Мухаммед Салах, его образ жизни и поведение, то, как он общается с людьми, вдохновили Бена Берда на принятие ислама. Когда люди читают Коран и изучают эту религию, они видят что-то другое, не то, что обычно подают в СМИ. «Я новичок в исламе и все еще учусь. Это тяжело, ведь образ жизни меняется. Думаю, мои друзья не верят, что я стал мусульманином по-настоящему, потому что пока я не особо изменился. Но мне самому кажется, что мое сердце стало чище». Мухаммед Салах, помимо всего прочего, широко известен своей благотворительной деятельностью. Легендарный футболист постоянно жертвует большие суммы на различные социальные и образовательные проекты, строит школы и больницы на родине. В 2017 году он удивил мир двумя щедрыми поступками. Когда летом по горячим следам поймали преступника, пытавшегося ограбить дом его отца, Мухаммед потребовал отозвать иск и закрыть дело. Он вручил воришке подъемные и нашел работу. А позже, в декабре, весь Египет вновь восхищался своим именитым соотечественником, когда он перечислил государству 210 тысяч британских фунтов на поддержку падающей национальной валюты.